всем большой привет мои дорогие друзья и сегодняшний интереснейший влог я бы хотела начать с постирочной кстати уже давно пользуюсь такой вешалкой для сушки вещей она достаточно удобная и как по мне она даже прочнее всех вешала которые я когда-либо использовала свои прошлые влоги я вставляла видео где убирая уже сухое белье но решила с последней стиркой да это последние вещи которые я постирала для своей малышке решила вам показать как я развешиваю вещи именно после стирки и а и и и и и и и Сегодня 11 число, уже полдесятого вечера. Несмотря на то, что сумки в рудом у меня уже собраны, я решила все-таки переложить из этой маленькой сумочки в рудом лекарства, которые мне понадобятся в рудоме, я решила переложить в маленькую косметичку. Она как бы не такая маленькая, чуть-чуть поменьше, чем та, но в нее влезут все мои лекарства, и это намного удобнее, нежели они будут там, где будет присыпка, мыло и другие принадлежности. Вот сама косметичка. Аньшу у меня там лежали принадлежности для маникюра, но я их переложила в другой контейнер пока что, пока я не рожу и не разберу потом уже после родов эту косметичку и положу в нее уже обратно свои принадлежности для маникюра. Мне часто задают вопрос, страшно ли мне рожать. У меня есть небольшое волнение, но это волнение приятное, потому что я в рудоме после пережиток, схваток, поток, я думаю, что это будет очень приятно встретиться со своей малышкой, и в конце всего просто будет очень классное облегчение, что я все это прошла. Вообще я считаю, что каждой беременной женщине перед родами нужно придумать себе некие аффирмации, чтобы их постоянно проговаривать, и когда вы уже вступаете в роды, вам было легче психологически рожать. Аффирмации должны быть обязательно без частицы нет. Я надеюсь, этим советом я кому-нибудь помогла. Также хочу рассказать про свои ощущения, которые я чувствую при ложных схватках. Я уже достаточно часто ощущаю эти схватки. Они просто тренируют матку. Когда схватка начинается, я чувствую некое подтягивание в спине и подтягивание внизу живота. Сразу же после этого у меня начинает каменеть живот. Когда у меня каменеет живот, такое чувство, что я очень сильно хочу по большому в туалет. Но на самом деле это не так. Также я чувствую в этот момент сильную тяжесть в животе, как будто у меня там просто кирпичи. Ну, а так я бы не сказала, что эти схватки какие-то болезненные, что мне прям вообще очень плохо, когда они у меня начинаются. Уже 12 ноября, и вечер я так-то ничего не снимала, потому что ничего интересного не происходило. Я просто готовила, убиралась и делала уроки. Но всё-таки, если я это начала снимать, это значит, что всё-таки интересно, что-то произошло. А именно у меня с начала обеда, это где-то полвторого было, у меня начала отходить слизистая пробка, прям совсем немножко. Но я не сомневалась, что это была она. И пол шестого вечера у меня она отошла полностью. По крайней мере, мне так показалось, потому что вкус-то был достаточно большой. Извините за подробности. Почитала я про эту слизистую пробку. Там написано то, что после обведения слизистой пробки роды могут начаться в течение нескольких часов или до нескольких дней. Поэтому, ребята, это что просто с нетерпением, когда это всё начнётся. Кстати, скажу про свои ощущения. У меня спина не тянет. Совсем немножечко тянуло до этого, сейчас нет. И иногда потягивает внизу живота. И такой тонус небольшой, но частый. В общем, ребята, извиняюсь за свой внешний вид. Я помыла голову, помыла сейчас уже без 15-11 вечера. И у меня третья схватка, такая наиболее сильная. То есть первая у меня по часам была где-то без 15-8 вечера, а потом где-то полдевятого. И сейчас минут 5-10 назад. Я не знаю. Это самые сильные схватки. Между ними просто хватает живот. Просто тяжесть, то есть тонус. И я не знаю, вдруг это роды начинаются. Типа слизистая пробка отошла, и всё, и роды начинаются. Я не знаю. Вот сейчас будем сидеть, думать. Я уже лягу спать потом. Посмотрим. Я буду записывать время схваток. Вот. Ну, время, ну, примерно время схваток, чтобы просто знать интервалы. Вот. Пока что они у меня разные и большие. Вот. Поэтому я не знаю. Возможно, это просто предвестники какие-то, а не роды. Сейчас утро, 12-е число, и я собираюсь на госпитализацию. Ночью у меня были схватки, но без нарастающей боли. Хотя я слышала, что нарастающая боль, это свидетельствует о начале родовой деятельности. Мне, если честно, немного страхово идти на госпитализацию. Не знаю, что скажут. Но сумки в роду у меня уже полностью собраны. И я их, конечно, с собой брать не буду. Если меня положат, то мне мама их привезёт. Нормать я буду просто по возможности. Если вдруг у меня что-то заснять не получится, я просто вставлю титрами. Я ушла на улицу, тут такой гололёд. Просто я уже одела зимние спади. Сильный гололёд лишний. С мозгой-то вышло только из спадика. Я уже на территории облачной больницы. Сейчас пойду до этого перинатального центра. Рассказываю, как всё прошло. Я там чуть-чуть, совсем пару секунд засняла. Вы сами видели. Меня в итоге осмотрели. Смоменты проверили. Сказали, что шейка вообще не готова к родам. У меня через три дня будет 41 неделя. И сказали, что в 41 неделю шейка ещё не созреет и к родам готова не будет. Мне взяли мазок на коронавирус. Его сейчас берут всем. Там мамочки тоже сидели и им брали. Сказали, что мазок придёт завтра. И получается, завтра мне надо будет прийти к часу дня. Со всеми сумками меня мама повезёт на госпитализацию в этот перинатальный центр. Нету, представляете, я сейчас так хотела погулять по улице, потому что там такая снежная атмосфера. И я не знаю, вообще идти мне или нет, потому что там просто жуткий гололёд. Я когда в перинатальный центр шла, там просто я вам засняла... В общем, я решила, наверное, не пойду. У меня сейчас центр тяжести смещён. Я могу упасть даже на ровном месте без всякого льда. А там ещё и лёд. Дело было вечером, делать было нечего. Решила, в общем, поесть скущёнку и попить чайка. Сегодня ещё дособираю сумки в роддом, потому что я их собирала без расчёта на то, что я буду ещё в стационаре до родов лежать несколько дней. Там мне ещё нужна дополнительная ночнушка. Плюс мне ещё мама будет завозить воду, вот. Потому что я сама эту воду, которая уже есть. И плюс ещё я просто не донесу. Она и так уже тяжёлая. У меня уже начинаются такие схватки, когда я поднимаю эту сумку рутоновскую. После того, как я пришла с перинатального центра, я просто вот несколько часов просто посидела и делала конспекты по географии, по учёбе. И всё, просто не поднимая задницу, не отрывая её от стула. Я делала географию. Ну, я ещё делала перерыв на еду. Есть нам нужно всем. И сейчас я хочу попить чаёк. Еду сейчас к репетитору. Кстати, последний раз до родов я еду к репетитору. Пока выходила, меня мама чуть ли не на руках несла, потому что у меня, как обычно, перед репетитором по математике что-то заклинило. В прошлый раз у меня заклинило правое плечо, там, где лопатка, я не могла разогнуться, поэтому не пошла к репетитору. А сейчас у меня заклинило бедро с правой стороны. Я еле как спустилась. Оно как бы заклинило, потом всё нормально, и я опять клиню, то есть периодически вот так вот. И пока всё нормально, я могу идти, но потом резко я становлюсь какой-то беспомощной. Ну, в кадр хоть посмотрите, вот. Закончила занятие. У меня, благо, дело нога стала лучше. Сейчас мы с мамой поедем мне выбирать какие-нибудь вкусности на перекусы в стационар. Кстати, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там выходят интересные посты, которые я не выкладываю на YouTube. Ссылка будет в описании под видео. И ещё я вам хочу сказать, что я провожу такой интересный, не знаю, как сказать, челлендж, что на тысячу подписчиков у меня будет рубрика «Вопрос-ответ». Я буду отвечать на вопросы, которые вы оставляете там в комментарии под видео или под определённым закреплённым постом в телеграм-канале. Кстати, просто посмотрите, как я взяла и обрезала все ногти, чтобы не поцарапать мою маленькую деточку. Вот, просто, ну, под корень. Такие короткие ногти, ааа. Сейчас уже 9... Там собака, я не испугалась. Сейчас уже 9.30 вечера, и мы с мамой едем за вкусняшкой. Я уже сказала, что мы поедем, вот. Я не знаю, может быть, это только они меня будут спасать от этой скуки в стационаре. Так, короче, я не знаю, какой вкус взять. Виноградик. Даже виноград? Да, это виноградик, прикольно. Потом дальше... Куросаны вот эти вот. Я не знаю, кому они нравятся, но мне они не нравятся. О! Вот это, кстати, прикольная штука, я её возьму. Вот, кстати, печенье овсяное. Что у нас? Вот, и я всё такое не хочу. О! Вот это выглядит более-менее. Мы берём кончёт селан. Кладу сейчас всё уже недостающее по списку. Вот, кстати, я чай купила всё-таки обычный чёрный. Я подумала, зачем мне с этими демоградами, там ещё какие-то вкусные документы, всё кладу. Потому что я собирала сумку без расчёта на то, что меня оставят. Поэтому я и дописала, и мне нужно всё доложить. Короче говоря, уже утро, 14 число, я уже помылась. Доложила недостающие вещи в мою сумку роддомовскую. Попила чаёчек. И сейчас жду маму, когда она подъедет, поможет мне с роддомовскими сумками и подвезёт меня в перинатальный центр. На этом я хочу видео закончить, потому что следующее видео уже будет из роддома. Там, где я буду уже рожать. И я думаю, вам будет это интересно посмотреть. Поэтому подписывайтесь на мой канал обязательно, чтобы меня не потерять.